ХАДИ циклы нужны для того, чтобы организовать свою работу над проектом, над продуктом в какие-то понятные циклы, в какие-то понятные отрезки. И по-хорошему есть итеративная работа при разработке программного обеспечения. Программисты прекрасно знают, там есть Agile, Scrum, вот это все итеративная разработка. И у нас есть итеративная разработка в продуктовом подходе, называется ХАДИ. Все очень просто, откуда взялись циферки и буквки. Первое, H, это гипотеза. Это гипотеза, которую мы будем проверять. A, это actions, действия, которые мы сделаем для того, чтобы проверить эту самую гипотезу. Дальше, проверив эту гипотезу, мы получаем некую информацию. И эту информацию, которую мы получили, нам нужно проанализировать и получить некие инсайты, результаты анализа. И на базе этих инсайтов сделать, сформулировать новые гипотезы для того, чтобы сделать следующий заход. Если вы посмотрите на шаблончик для формулировки тактических гипотез, вы, по сути дела, увидите вот этот самый ХАДИ подход. Первое, мы верим, что люди будут платить тысячу рублей за наш сервис. Это как раз и есть та самая гипотеза. Следующее у нас, что идет, action. Для того, чтобы это проверить, действия, мы запустим симулятор продаж на нашем сайте. Следующее, мы собираем некую D-data, информацию. Померяем конверсию из посетителей в покупатели. И дальше у нас будут некоторые инсайты. Мы спланировали, какую информацию мы хотим, какие данные мы хотим получить. Мы окажемся правы, если конверсия составит не менее 8%. У нас есть желаемая цифра 8%. Дальше мы смотрим, так это или не так. Например, если конверсия меньше, значит нам надо принимать какие-то решения. Может быть, дальше в этом направлении не двигаться. А если конверсия больше, то, возможно, мы сделали что-то лучшее. Здесь опять надо посмотреть, что же мы сделали, проанализировать. И дальше на основании того, что у нас получится, переходить к следующему хади-циклу, который точно так же опять начнется с гипотез, проверки, сбора информации, анализа данных. И самое главное, что действительно наш проект будет состоять из этих небольших шажков, вот этих циклов. И суть нашей работы – постоянная рефлексия. То есть мы делаем какой-то шаг. И не просто как бы «Окей, сделали шаг, двинулись дальше». Мы сделали шаг, собрали информацию, проанализировали ее, очень четко поняли, что конкретно у нас получилось или что конкретно у нас не получилось. И в зависимости от этого двинулись дальше.